МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Доброго дня! Сегодня мы в полном составе в нашей программе «Город женщин». Это я, Ольга Хохлачева, это мастер-коучинг Александра Иванова и хозяйка нашей вкусной шкатулки Ирина Дегтярева. Девочки, доброго дня! Тема у нас сегодня весьма интересная. Это здоровье и, как ни странно, спорт в жизни современной женщины. Ир, как у тебя со спортом? Со спортом у меня все отлично. Да? Конечно, я же занимаюсь на кухне, у меня там и бег на месте, и гиревой спорт, и хапсагай с кастрюлями, все отлично. Ну, в таком случае, да, такой спорт в жизни каждой женщины присутствуется. Вот у Александра, я уверена, масса секретов имеется в запасе. Мы сегодня будем о них говорить. Говорить? Делать? И что-то даже делаем. Да ты что? А я думала, мы диванные олимпийцы. Мы, как всегда, простые, эффективные и легко внедряемые в жизнь методики находим. Ну, и по мере возможностей в удобном для себя темпе начинаем делать. Ясно. Значит, сегодня мы не только теоретизируем, но еще и на практике кое-что будем исполнять. Ну что, поехали? Ну что, первонаперво, конечно, мы взоры обратили к звездам, решили узнать, чего они нам нашептали. Будем ли исполнять, не знаю, но гороскоп прослушаем обязательно. Ждем Риту Макарова. Приветствую вас в самой звездной рубрике. Именно здесь вы узнаете, на что лучше всего обратить внимание на этой неделе. Овны, постарайтесь рассчитаться со всеми долгами и исполнить все обещания. Забудьте обиды, но не забывайте тепло одеваться. Тельцы. Есть серьезные шансы встретить свою судьбу. Возможно, этот человек вам давно знаком. Далеко ходить не надо, приглядитесь к своему окружению. Близнецы. Не смотрите на вещи сквозь пальцы, чтобы не волочить за собой тяжелую ношу последствий. Лучше все начать прямо сейчас. Раки. Вам катастрофически не хватает перемен. Вы будете хотеть окружить себя всем новым. Мебелью, шторами, одеждой. Поэтому смело идите в магазин. Львы. Безусловно, в вашей харизме нет предела. Но чтобы вас оценили по достоинству, нужно быть сдержанным и проявить скромность. Поверьте, это принесет вам море плюсов. Девы. Вы станете прислушиваться к чужому мнению. Вам будут интересны все взгляды на вашу жизнь. Но постарайтесь сохранить именно вашу точку зрения. Весы. В здоровье вам нужно уделить больше времени активному спорту. Да-да, вы не ослышались. Ведь это отличный способ избавиться от постоянных стрессов. Скорпионы. Вас накроет волной мудрых размышлений. Вы, наконец, поймете, что финансы не самое главное в вашей жизни. Захочется больше времени проводить дома. Стрельцы. Выгодные предложения будут лететь к вам со всех сторон. И вы вряд ли сможете от них отказаться. Так что скорее ловите удачу за хвост и не упускайте этот период. Козероги. Ваш партнер начнет ценить вас еще больше. Вы смените свой привычный рационализм на сентиментальность. И с головой нырнете в вашу историю любви. Водолеи. Отвлеките себя от забот. И займитесь новогодними приготовлениями. Подставьте красивую елочку и украсьте ее так, как давно мечтали. Рыбы. В вашей работе вам постоянно будут совать палки в колеса конкуренты. Но не переживайте, вы всем дадите отпор. Но только если хорошо обдумаете стратегию своих ходов. Желаю вам продуктивной недели. А с вами была я, Маргарита Макарова. До новых встреч. Пока-пока. За что люблю Риту Макарова? За то, что у нее превосходные совершенно гороскопы всегда. Новый вдох. Хочется жить дальше. Ну, а мы будем жить дальше еще насыщеннее, я так чувствую. Потому что сегодня нам Александра приготовила. Она сгонять сегодня будет. Она нас предупредила. Мы, конечно, ей не поверили, но, по-моему, зря. Итак, в середине рубрика «Счастье быть с собой». Я хочу напомнить, что у нас сегодня тема передачи – это здоровье и спорт в жизни обычной современной женщины. Так. Я предлагаю поговорить о здоровье с точки зрения теории человеческого капитала. Эту теорию разработал Теодор Шульц, а продолжил Гарри Беккер, который, кстати, в 92-м году получил Нобелевскую премию по экономике за развитие теории человеческого капитала. Так, ну ты так говоришь, какие страшные слова. Человеческий капитал. Человеческий капитал – это вот то, что человек представляет собой, его полезный труд, его здоровье, его возможности, в том числе возможности детрождения. Вот представляете, сейчас уже о человечестве говорят с точки зрения экономики, что вот мы представляем из себя самое ценное, что есть. Ну, в общем, человек – это товар, мы всегда это знали. Капитал, как говорится, труд Карла Маркса никуда не делся. Но хотя бы о нас говорят более уважительно, да, в таком ключе. И вот если мы будем говорить о здоровье в этом ключе, то есть переведем на электрические, на экономические рельсы, то мы можем себе представить, что это то наследство, которое ставили нам наши родители. Да. Да, и до определенного возраста мы его нарабатываем, а потом начинаем… Либо тратить, либо приумножать. Либо тратить, либо приумножать, либо инвестировать во что-то полезное, да. Да. Вот иногда даже так вот говорят, что часто люди первую половину жизни тратят на то, чтобы заработать положение в обществе и деньги, да, тратят свое здоровье, а потом во второй половине, наоборот, чтобы восстановить свое здоровье, да, тратят свои накопленные деньги и положение в обществе. Ну да, сначала ты потратил здоровье, чтобы накопить денег, потом тратишь деньги, чтобы опять вернуть здоровье. Это какой-то порочный круг. Да, поэтому, понимая вот этот вот подход, да, для чего этот образ мы используем, чтобы представить себе очень четко, что здоровье наше – это самый настоящий капитал. Это то, что не купишь за деньги ни за что. Именно, и он важнее, и чем время, о чем мы говорили в предыдущих передачах, и, конечно, он важнее, чем деньги. Да. Потому как восстанавливать, естественно, даже восстановленный, пусть хороший имплант, он не сравнится со своим собственным, да, живым зубиком. Будет здоровье, будет деньги. Именно. О как. Именно. Ну вот, давайте поговорим об этом. Что за ресурс такое здоровье и как мы можем в любом, вот, к счастью, наш организм – это восстанавливающаяся… Самоосстанавливающая система. Да, да, система именно. И ее всегда можно определенными, в общем, небольшими даже какими-то шагами восстанавливать. Давайте используем очень интересный метод, который называется интеллектуальная карта. Майндмэп. Мы заодно еще и попробуем вот такой вот метод мозгового штурма, который называется интеллект-карта. Тони Бьюзен его составил. Вот в центре мы рисуем здоровье, да? Так. Здоровье. А нам эта карта поможет что определить? А мы потом уже ее переведем в план. Хорошо. А пока мы просто бросаем все идеи, что мы можем сказать о здоровье. Что приходит нам на ум? Не пить, не курить. Ну, здоровый образ… Вообще четыре фактора есть, да, влияющие на здоровье. Первое – это ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Туда что входит? Правильное питание, занятие спортом. Отсутствие вредных привычек. Да. Или борьба с ними. Отсутствие вредных привычек. И, конечно же, позитивное мышление – это тоже главное. Да. Во-вторых, кстати, 50% влияет ЗОЖ на здоровье человека. Потом 20% у нас – окружающая среда. То, что мы едим, то, что пьем, чем дышим, ну и так далее. Да, на самом деле это очень важно, потому что если произойдет, допустим, ну, не приведи, Господь, выброс атомной станции, да, фукусима какая-нибудь, то неважно, как ты питался до этого, занимался ли зарядкой. Правильно или неправильно. Мало что поможет. Или, например, если социальный катаклизм типа войны произойдет, да, поэтому вот это… Но мы рассматриваем то, на что мы можем повлиять. А мы это подумаем, да, что потом, как мы можем повлиять. И у нас еще 30% там остается, 15% – это что? Медицинская помощь, правильно ли нас лечат врачи, да, правильно ли они назначают нам лечение, какие таблетки они нам дают. И еще что у нас там осталось? Ну, позитивное мышление или генетика. Наследственность. Наследственность, генетика. Здесь уже, как говорится, что есть, то есть. Есть, но, однако, мы можем подумать о том, как передать детям, да. Что еще? Может быть, еще какие-то направления? По здоровью? Я даже не знаю, я об этом не думаю. Я и так здорова. Нет, просто нет, Господь здоровья меня обидел, это правда. Но я не имею таких тотально вредных привычек, которые бы прямо губили меня и так далее. Наследственность потом хорошая, так что… Ну, давайте напишем еще созидание здоровых привычек, да? Да, кстати, вот это бы не мешало. Прибавлять здоровые привычки – это большой труд, это дорогого стоит. Я бы от себя еще добавила очень важный аспект – это отдых. Помните, мы говорили о том, что полноценный сон, отдых, не зря природа предусмотрела для всех организмов живых. Сон и отдых – это тоже очень важное направление здоровья, созидания индивидуального, да? Теперь посмотрим, на что мы влияем вот в этих направлениях. Мы на какие-то можем из них влиять? Если мы вот так, вот мы набросали кратенько. Примерно так выглядит вот наша с девочками интеллектуальная карта, что мы планируем сделать в направлении личного здоровья своего, да, в следующем году. Ах, вот, значит, вот к чему все это было. Вот к чему, действительно. Теперь, значит, теперь придется выполнять, что ли? А теперь мы уже на правильное питание перейти. Продолжаем дальше на правильное питание. Вот план возник у нас – правильное питание. Ну, не знаю, я поздержу. Хотя это у меня вряд ли получится. У меня получится. Сон, отдых. Я вот все-таки планирую в следующем году до 23 ложиться спать, потому что ранний подъем и ранний сон – это очень важно. Да? Так. Ну, говорят же, до 12 часов сон красоты, после 12 – сон здоровья. Нам так красота важна. Почему с 10 до 12 же, по-моему, сон красоты, да? Век живи, век учись. Что я могу сказать? 10 ты уже должна быть в кровати. Ну, простите, простите, я не согласна. Так, что там? Допустим, вот мы про окружающую среду поговорили. А как-то мы можем повлиять на то, в какой среде мы живем? Да, мы можем сами не мусорить. Мы можем выбрать более экологически чистый район, если позволяют средства. Вообще, мы можем об этом мечтать, и рано или поздно, если мы будем делать шаги и усилия, конечно, мы эту мечту в жизнь притворим. Все верно. Окружающая среда складывается из нас, из наших действий, поэтому каждый из нас может внести какой-то вклад, в том числе и в поддержание среды, и в развитие экологической грамотности, да? Да. И, опять же, выбирать для себя местные... Не мусорить самим, учить этому детей. Не мусорить, это очень важно. Так. Выбирать более здоровые продукты, экологические, местные, да? Поддерживать интересного производителя. Да, да. Ну что, давайте продолжим разговор. Да. Хорошо, что ты нас не мучила сейчас никакими физическими упражнениями. Это еще возможно. Да, она сделает это. А пока реклама. В эфире «Город женщин» и сегодня мы говорим о здоровье и спорте в жизни обычной современной женщины. Да, мы выяснили, что у Ирины спорт на кухне, что у меня спорта как такового вообще нет, а у Александра зато много теорий, которые она иногда на практике воплощает. Ну вы знаете, я еще хочу напомнить о том, что когда очень много времени ресурс здоровья не подкрепляется, он, к сожалению, иссякает. И после этого восстанавливаться действительно бывает намного сложнее, потому что профилактика это лучше и дешевле, чем лечение. Это точно. Я вот как-то не уделила достаточно внимания своему здоровью, и потом уже после травмы пришлось восстанавливаться. Лучше бы, честно скажу, я достаточно занималась заранее, поддерживая гибкость, координацию, крепость своих суставов и прочее. И поэтому на своем опыте я хочу сказать, что лучше инвестировать в этот ресурс время, деньги, да, потому как иначе это все выходит намного сложнее, дольше, дороже и прочее. Понятно. Ну вот мы составили интеллектуальную карту, о чем она нам сейчас расскажет? Этот метод, интеллектуальная карта, видите, мы делаем сразу два в одном, да, изучили, как они делаются. То есть это просто набрасываешь мысли без всякой критики и проводишь такие стрелочки. И потом уже дальше с этого уровня начинаем анализировать, да. Вот, допустим, у нас здесь раздел ЗОЖ, правильное питание, здоровые привычки, отказ от вредных привычек. И вот на этот год мы с Ириной запланировали правильное питание, да, и сон, отдых отрегулировать. Так, а я, пожалуй, знаешь, что запланирую? Я запланирую приобретение здоровых привычек дополнительных к тем, которые у меня, конечно, уже имеют место быть. Я здесь хвалюсь на самом деле. Так, здоровые привычки. Так, здоровые привычки. И что я еще хочу? Я хочу добавить движение. Движение. Да, потому что в моей жизни движения не хватает. Говорили немного, движения мало. Сегодня у нас тема движения активно будет в передаче. Да? Да, то есть мы будем еще двигаться. Ясно. Соматологом в этом году, да. Туда тоже понадобятся, конечно, ресурсы, в том числе и денежные. И, может быть, вот узнала в предыдущих наших передачах о медицинском страховании. Я бы подумала еще и о том, как свой капитал здоровья там прям может. А, застраховать. Может быть, да. Ну, логично. Угу. Эти девочки, вы знаете, что еще забыли? Да. Физическое здоровье, оно же тесно связано еще с духовным здоровьем. Конечно. Потому что чем светлее у тебя душа, что как ты относишься к ситуациям, как ты спокойно их воспринимаешь, да, тогда ты... Ну да, в грязном теле духу, сложно духу осталось. В нашей передаче «Йога смеха» это вот мое приобретение этого года. Она очень хорошо вошла в мою жизнь, в жизнь моей семьи, мне очень нравится. И поэтому с позитивным мышлением у нас прогресс в этом году можем подвести, да. Такой итог. Но позитивное мышление и чистота помыслов это совсем разные вещи все-таки. Это духовное уже, да. Вот. Ну что, если мы говорим о движении, может... Нам нужно к специалисту обратиться. Обязательно. Я считаю, что пора нам пригласить специалиста. Кто это будет? Сегодня у нас в гостях уникальный человек. Это абсолютная чемпионка по якутским прыжкам в играх манчары. Это мастер спорта республики Саха-Якутия по якутским прыжкам. Кандидат в мастера спорта Российской Федерации по легкой атлетике Любовь Владимировна Унарова. Здравствуйте, Ленина. Здравствуйте, Ленина. Вот это да. Я не скажу, что мы за эфиром говорили, хотя отметила бы все равно. Потому что мы говорили о самых длинных ногах мира, России. Ну а теперь мы считаем, что мы нашли самые длинные ноги Якутии. Я считаю, об этом должны знать все. Любовь Владимировна удивительный человек, потому что с нее начался новый вид спорта. Вы знаете, раньше якутские прыжки, это был чисто мужской вид спорта. Так. А с Любови начались такой вид, как якутские женские прыжки. А почему? Как это вообще произошло? Как вы подвинули мужчин? Как удалось это? Началось все того, что обычный урок физкультуры. Меня заметил мой тренер Тюритин Герман Степанович. Предложил тренироваться. Но занимались мы в то время в простой Тулагинской сельской школе. В коридоре. Постелили дорожку, начали тренироваться. Но тренировался я легкой атлетикой просто. Ну, Герман Степанович смотрит и включил якутские прыжки в мои тренировки. У меня стало получаться. Он решил рискнуть и попробовать на мне испытать якутские прыжки, сделать женскими тоже. И повез меня на соревнования в ТАТО. Было очень тяжело, страшно. А там вместе с мужчинами? Да, с мальчиками. С мальчиками. У меня лет 10-12 было. Я сидела, плакала. И была бы возможность, я бы домой убежала. Но было далеко, бежать было некуда, и мне пришлось. Пришлось прыгать? Да. Ну, наградили меня в то время. Я всем проиграла, конечно, мальчикам. Некоторых выигрывала, но призовых мест не заняла. Но за пропаганду в спорте меня все равно почтили. Вот. С тех пор начались якутские женские прыжки. Положила старт? Это похвально. А много было вот тогда в группе других девочек? У нас было очень много, но у кого-то родители не разрешили. Кому-то была важна учеба, кто-то ленился, кому-то не захотелось. Ну и, в общем, так или иначе, все сошли с дистанции, а ты осталась. Да. Вот так становятся чемпионами, хочу я сказать. А что помогало преодолеть вот это вот «не хочу», «тяжело»? Да. Поддержка родителей, тренера. Все с этого началось. Ну и получалось, мне хотелось. Понятно. То есть все-таки мотивационные какие-то потом начали... Сколько это тяжело? Вот с чего начинается ваш день? С зарядки, наверное, да? Мой день начинается с отправки детей в садик. А? Так, у каждой женщины. Каждую соврать, уговорить, отправить. Понятно. Это тоже тяжело. Это тяжело для этих родителей. Это тяжело. Да. А я хотела вот спросить. Я знаю, что у вас в биографии был такой тяжелый период, когда около семи лет вы уходили из большого спорта, да? А как вот восстанавливаться? Мне кажется, восстанавливаться всегда сложнее, чем начинать. Это было очень трудно. Все, тело болело, отказывалось тренироваться. Приходилось делать, заставлять мужа делать массаж ногам. Ну и все. Вся семья, в общем, помогала. Поддерживают все, да? Все поддерживают. После рождения детей что-то изменилось, стало сложнее? В физическом смысле, я имею в виду, прыгать. Или существует такое понятие, как мышечная память. Так. Все, ноги вспомнили быстро. Но когда я выступала на первых соревнованиях, я заняла седьмое место. Мне было так обидно. И это послужило очередным мотивационным толчком? Стимулом. Я думаю, надо, надо. Стала тренироваться два раза в день. И все, манчары я выиграла. Поздравляем от души. А вот помимо массажа и поддержки семьи, а что еще помогало преодолеть все-таки вот эту вот трудность в вхождении в профессию? Терпение, труд, все перетручь. Желание. Желание. Значит, все-таки сила желания, это не пустые слова. Да. Как вы думаете, спорт должен занимать какое-то место в жизни современной женщины? И какое? И где для него найти место это? И время? Ну, да. Спорт делает девушку красивой. Так. Статной. Мы дома также можем сделать себе фигуру, ягодицы накачать, талию. Все это можно сделать дома, и это не требует особых затрат? Нет. Абсолютно. А вы с нами поделитесь практическими рекомендациями, которые вот именно без особых затрат, потому что это все-таки важно, да, чтобы не было уже отговорки, что это дорого. Да, давайте мы начнем. Глядишь и продолжим. Итак, все мы помним, в детстве я помню, все железные тарелки были. Сейчас это называется диск здоровья. Грация. Мы встаем на диск здоровья. У меня удача есть такой. И вот так. У меня тоже было раньше. И крутимся на нем. Это будет наша разминка. То есть мы встаем, размяем. Да, размяли тело. Так. Так. Встали и размялись дальше. Да. Все мы помним обруч. Да. Который надо крутить? Обруч. Талию крутим. У нас развивается талия. Так. У женщины есть ребенок. Мы можем накачать ручки. Ребенка ложим, отжимаемся, целуем ребенка. Опустились, поцеловали. Ой, я знаешь, как делала? Когда они маленькие. Ну, здесь не могу показать. Лежишь, ноги поднимаешь, на него ребенка, и вот так. Ноги накачиваешь. В качестве утяжеления. Да, да, да. Ребенка положили на плечи, ногу одну вперед, и качаем ножки с ребенком. Ой. Присаживаться на обе ноги или только на переднюю? Одна. Передняя, да? Сначала одна, потом эту убрали, другую поставили тоже. Вот так, да? А потом? Да. С ребенком. Так. Все. Где бы детей могли? Только у меня есть колесо, которое вот с двумя ручками. А, у меня такой ролик есть, пылиться где-то. А у меня нет. У нас тоже есть. А что, он болезен, что ли? Я так... Все. Я один раз у дотина скинула. Он у нас, и все, и все, и ты уменьшишь. Встаем на колени. Упираемся в колесо. Опустились, поднялись. То есть, вначале с колен? Вначале с колен, да. Стоя очень трудно. То есть, вот так вот и вот так вот. Ну, все равно то же самое, то, что мы не смогли с тобой сделать. Да. Для каждой женщины важна осанка. У каждой из нас есть дома и везде стена. Встали у стены, прижали лопатки к стенке и стоим минутами. А, просто стоим? Ничего не надо. По 2-3 минуты? Да. А с книжкой можно? Ну, желательно, чтобы все ровно было. Ну, ладно, хорошо. Мышцы привыкают, и у нас выравнивается осанка. За компьютером мы сидим, можем держаться, делать повороты. Вот, я делаю. Тоже все разминается. Потянулись, потянулись. И это я делаю. Ну, в общем, потягушечка, у меня все в порядке. Так что все можно делать дома. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это действительно очень важно. Это простые. Да, простые, такие важные, нужные советы. Легко внедряемые в жизнь каждой женщины упражнения. Большое спасибо. Да, теперь мы будем применять это на практике. Глядишь на наши осанки, это скажется, и вы сами увидите в телевизоре, насколько мы стали более подтянуты, здоровы. Ждите следующий сезон. Я говорю. Важно ваше желание. Спасибо большое за то, что нашли время к нам прийти. Но мы прервемся ненадолго. После обязательно вернемся в студию. Возвращаемся в студию программы «Город женщин». Напомню, что говорим мы сегодня о здоровье, ну и о спорте, который также должен иметь место в жизни каждой современной женщины. Но не всегда это происходит. Тем не менее, мы пытались, и я надеюсь, у нас получилось ввести такий спорт в нашу жизнь. Кстати, вы знали наверняка, что музыка имеет влияние на здоровье? Наверное, знали. А знали ли вы о том, что люди, которые занимаются пением, они менее подвержены простудным заболеваниям? Если вы не знаете, то сейчас вы убедитесь, наверное, что это так. Вот где вы учатся вокалу, вы узнаете из нашего сюжета. Совсем недавно свои двери открыла студия «Мьюзикбокс» и уже стремительно набирает популярность среди жителей Якутска. Здесь каждый желающий сможет научиться петь и играть на инструментах. Директор Елена подошла с душой к созданию школы. Не зря ее слоган «Мы не ищем таланты, мы их создаем». Научиться петь может абсолютно любой человек на самом деле. То есть это не удел избранных, особо одаренных людей. Это как в спорте. То есть голосовой аппарат, слух, это все развивается. То есть к нам в студию приходит очень много людей, которые говорят, ну вот мне сказали, что у меня нет музыкального слуха и что я, ну, скорее всего, мне, наверное, не получится. На самом деле это не так. Надо быть смелее. И если чего-то очень сильно хочешь, то всему можно научиться. В студии работают профессионалы своего дела, которые всегда готовы помочь достичь желаемого результата. К нам люди приходят абсолютно разного возраста. И дети, и пенсионеры, и молодые люди. Поют и русские, и якутские песни. И поэтому подбирается каждому индивидуальный подход. По окончанию занятий любой ученик может получить сертификат о своем умении. Но возьмет он для себя намного больше. Ведь не секрет, что музыка полезна. Она спасает от стресса, развивает и дисциплинирует. А люди, которые поют, меньше болеют простудными заболеваниями. Дети, которые занимаются музыкой вообще, то есть они поют или играют на каком-либо инструменте, очень хорошо учатся в школе. Также к нам приходят родители, которые приводят своих детей именно по рекомендации своего лечащего врача. То есть к нам, например, приходят дети с нарушением речи. Вот, допустим, не выговаривают букву «Р» или заикаются. У нас есть такие ученики, очень помогает, и прогресс очень, довольно-таки очевиден. У нас уютная, можно сказать, даже домашняя атмосфера. Она такая непринужденная. То есть, например, если мама приходит со своим ребенком, пока идет занятие, мама дожидается. Она может у нас попить чай, кофе. У нас всегда есть вкусные конфеты. У нас Wi-Fi. Можно посидеть в интернете и неплохо провести этот час. Скоро праздник, и вы сможете сделать оригинальный подарок своим близким и родным. Студия предлагает подарочные сертификаты на занятия по вокалу и игре на гитаре. Первый урок в школе абсолютно бесплатный, поэтому не стоит тянуть, ведь самое время открывать в себе новые таланты. По-моему, это настоящая мечта. Петь, заниматься любимым делом и при этом еще и оздоравливаться и меньше болеть простудными заболеваниями. В мыслях об этом, а также понимая, что это тоже войдет в мой план здоровья, я все-таки хочу вернуться к нашей реальности, причем к реальности вкусной, как я надеюсь, поскольку хозяйка вкусной шкатулки нас никогда не подводит. Свет, мое зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Идеально все эти, всех милее, всех румяней и белее. Все хозяюшки готовятся к Новому году, хотят быть красивыми, но сначала нам нужно сервировать стол, что мы сегодня и будем делать. Так, ну для начала обычно к Новому году используют какой цвет? Красно-белый, да? Да, с золотом, с золотом обязательно. И белый золотом тоже используют. Значит, мы сегодня взяли белую скатерть и хотим декорировать ее вот такими красными дорожками. Вы можете их купить или можете шить сами. Это очень просто, как длинные такие полотенца, да? И мы их выкладываем по обе стороны стола. Вот так вот. И обычная белая скатерть превращается в праздничную? Да, скатерть может быть как белого, так и красного цвета. И рекомендуют еще к году собаке сделать ее желтого или золотистого, поскольку у нас год собаки желтый и земляной. Так. Можно также полотенц... ой, дорожку такую же положить посередине, либо взять длинную такую шить, да, и на весь стол. Вот так вот, чтобы она с этой стороны свисала и с той стороны. Будет очень красиво. Затем, что у нас обычно стоит на новогоднем столе? Конечно же, мандарины. Потом мы ставим посуда обычно на праздники. Какая? Праздничная, красивая, парадная. Ну, обычно белая фарфоровая, да? Ну, как сказать, я не могу согласиться. Ставим такие тарелочки. Это может сделать любая хозяйка у нас в республике, поэтому я такой упрощенный вариант показываю. Это то, что может сделать каждый? Наоборот. Затем бокалы, конечно же, куда без них. Ставим бокалы. Можем использовать вот такие красивые трубочки. Это, ну, если у вас будет сок или морс, там, какие-то напитки. Главное, чтобы было красиво. Можно сделать вот, взять вот такие вот свечки и украсить ими наши тарелки. Либо делают таблички именные для каждого гостя, да, или, ну, и для члена семьи тоже можно сделать. Это тоже будет оригинально, и поставить их на тарелочку. В центр ставим. Что? Канделябр со свечами. Конечно же, канделябр. Он у нас сегодня такого желтого цвета, опять же, потому что год собаки, золотистый. Поэтому, ну, и, конечно же, не забыли мы о фигурке собачки. Ее обязательно нужно поставить, потому что она хозяйка года. Так, дальше. У нас еще есть вот такие вот интересные штучки. Как вы, наверное, видели, обычно декорируют стол такими салфетками. Их тоже можно сшить самим или купить. Мы их так красиво складываем. Кто как умеет, аккуратно, да? И? И в кольцо. Продаются такие красивые кольца для салфеток. Вот раскладываем. У нас получается вот такая красивая штучка. Мы ее тоже ложим. Либо можем положить на тарелку. Вот так вот. Как мужем украшаем стол. Это все можно. Я знаю, что мои хозяюшки многие шьют, вяжут, поэтому им такое сделать пару минут. Сели за машинку и все. И очень быстренько все это шили. Ну, к тому же, это может быть хорошим подарком, да? Сразу шить не один комплект, а для подруг, для бабушки. И всем подарить перед Новым годом. Да, такую дружку на стол с салфетками. Отличный подарок. Вот так вот. Ну а что? Так, что мы поставим еще? Ну, конечно, у нас должна быть елочка. Как же без елочки? И тоже мы ее сделали с такими золотистыми, украсили бусами. Опять же, под нашу собачку. Желтую, земляную. Можно накидать здесь немножко бус. Вы, кстати, дома украшаете свои столы, девочки? Ну так, как ты, безусловно, нет. Хотя хотелось бы. Но твое присутствие в нашей жизни, видишь, очень много, я чувствую, добавит к нашему новогоднему столу в этом году, по крайней мере. Мне стыдно сказать, я елку-то в последние годы ставлю в последний день, бегом. Я ее не разбираю с того года, просто сжимаю. Потом разжимаю. Ты не одна такая, у меня антирекорд своеобразный поставлен. Я помню, однажды убрала елку, это было 18 августа. Это точно рекорд. Потому что я переезжала. Она стояла весь год у тебя? Она стояла, потому что я все время работаю, я даже, я так к ней привыкла, мы вообще, мы не видели в этом никакого противоречия, что лето заканчивается у нас елкой. Только когда наступило время переезжать, мы продали квартиру и вспомнили, господи, у нас же елка, она же с Нового года здесь стоит. У моих родителей она вообще круглогодично в подъезде стоит. В подъезде может, это приятно. Поскольку у нас год собаки, собака, она по своей натуре охотник, она очень любит мясо, поэтому главное блюдо на селе, это, конечно же, должно быть мясо. Я сегодня принесла с собой отварную жеребятину, якутский деликатес обычный, который кушает горчицы, очень хорошо идет, и с луком. Можно маринованным, либо просто с растительным маслом. А что у нас в качестве десерта? А? А десерт? Так, десерт. Ну вот я испекла кексы, не стала их украшать кремом, потому что побоялась, что он здесь растает, да? Поэтому просто посыпала сахарной пудрой. И есть вот такие вот декоративные штучки. Какие они, как оливочные, которые можно украсить, и они сразу придадут такой хороший праздничный вид, да, в нашем столе. К этому творчеству детей хорошо привлечь, да? Это несложно, и они могут проявить фантазию, вкус. А салатик есть? Так, это у меня салат. Какой? С курицей и шампиньонами очень вкусный. И сейчас я вам быстренько покажу очень простой способ, как сделать наш салат. Берем тарелочку, вот такое вот кольцо от нашего любимого магазина Тескома, и туда выкладываем наш салат, прямо в кольцо. Это можно сделать порционно каждому члену семьи или каждому гостю. Вот так утрамбовываем быстренько. Такие формочки и вообще новогоднюю вот такую посуду, белую фарфоровую, вы можете приобрести в торговом центре Туймада, первый этаж, и пояркова 20, мясной двор, второй этаж, магазин Тескома. Тескома все лучшее дома. Ага. Так, утрамбовываем быстренько. Она даже утрамбовывает вкусно. Я уже проголодалась. Он хорошо утрамбовывается, потому что салат... У нас салат исчезает раньше, чем утрамбовывается. Да, он может не дойти даже до салатницы, не добраться. Так, время у нас истекает. Где у меня икра? Да, мы сейчас икру быстренько украсим. Один из вариантов. Да. Икру можно использовать во всех салатах, просто для украшения. Так, покажи. Раз. Вот так вот. Ну, очень быстро я делала, поэтому не обессудьте. Красота, слушайте. Настоящая красота. Ну, вот так вот. Ну что, в ожидании чуда... Роскошный стол получился. Каких-то несколько минут. Знаете, мы еще вернемся к этому праздничному столу, а пока предлагаю чуть-чуть отвлечься на рекламу. Так, ну и мы заканчиваем наш салат. Мы его украсили икрой, и сверху кладем укропчик. Можно любую зелень сюда сделать. Так, красиво. Быстренько сделали. Ну, в принципе, получилось неплохо. Это салат оливье обычно. Его можно делать и в круглых формах, и в квадратных, и в треугольных, которые продаются в магазине Тискома. Девочки, можете подойти и посмотреть, что у нас тут. Спасибо, мы ждали, когда ты нас пригласишь. Мы вообще всегда ждем с удовольствием. Выжидание. Каких-то пять минут, и такая красота. Да, вот об этом мы думали, о том, что нам как раз не хватает. Спасибо, Ирина. Мы всегда говорили о том, что нам не хватает времени, а теперь поняли, что это просто были отговорки. Именно. Это были отговорки. На самом деле, времени совсем чуть-чуть, как мы видим, занимает это все. В этом году мы декорируем красиво. Мы берем на себя, да, этот вызов. Давай обед дадим. Мы взяли. Пришлете мне фотографии, как мы декорировали. Да, что такое, ты с вами свяжешься. Начнешь тут вести здоровый образ жизни по неволе. На самом деле, это же просто совсем. Слушай, какая прелесть. Ну вот как после такой еды нам опять вернуться к теме здоровья и спорта? А ведь нужно, ведь нужно. Мы ведь ждем очень важного гостя. Мы ждем важного гостя. Это Мария Сушкина, преподаватель направления Здоровая спина и растяжка всего тела студии Атмосфера. Здравствуйте. Вы не понимаете, что мы вас за столом встретили? Нет, не против. Я смотрела и тоже уже проголодалась. Красота, но все равно. Мы потом еще подойдем к столу. А пока мы о клубе, о студии. Как правильно вообще сказать? Какова миссия вашей студии? Я ждала этого вопроса. Вы знаете, я немножко слушала, как вы обсуждали о здоровье, и я вот хотела бы добавить тот элемент, который как раз-таки присутствует в нашей студии. Так, мы его внесем. Да, кроме физического здоровья, духовного, эмоционального, вот та точка, которая соединяет это в женщине, мы чувствуем это через тело. То есть если у нас, например, где-то есть заблокированные мышцы, заблокированные суставы, а женщины очень часто так делают, потому что если какие-то чувства мы не хотим проживать, мы их прячем. Чаще всего мы их прячем в наших ножках. Я с этим постоянно сталкиваюсь на моих занятиях. Девочки уже у меня подготовлены. И когда мы это распускаем в теле, мы начинаем чувствовать вот это единство. То есть у нас поднимается интуиция, сны, предчувствия. Мы чувствуем свои желания, мы точно знаем, куда нам нужно идти, куда нам не нужно идти, что нам нужно делать. И мне кажется, вот эта часть, она тоже является частью женского здоровья. То есть правильно расслабление вот этих нервных напряженных точек. Единство тела и духа? Как-то так? Я бы сказала, что это связь с собой через тело. То есть не через голову, как мы привыкли, до мысли, а вот там, где начинается женщина. Тело точно не обманывает. Если оно говорит, хочу... Тело обманывает, желудок особенно. Вы мне ничего тут не говорите. Нас даже мозг обманывает. А чего мы? Мозг обманывает очень часто. Очень часто, очень сильно. Мозг друг этим занимается. Мозг только этим и занимается. Это так. Связь с собой через тело. Да. Связь с собой через тело. Ну, вообще, служить своего тела, конечно, обязательно. Я считаю, что это обязательно. Мы сейчас живем в такое время, когда женщина очень сильно старается походить на мужчин, очень перейти в голову, и поэтому вот это чувствование через тело, оно немножко потеряно. И у нас в студии как раз это вот йога, как раз растяжка, она снимает все эти блоки. Хорошая растяжка. Она бывает плохая, бывает хорошая. Вот я жду хорошую. А в чем разница? Блохая она дальше как через силу, мне кажется. Да, да, да. Она тебе порвет связки скорее. Ко мне на занятия, к сожалению, в Якутске, я до этого жила в Петербурге, приходили много девушек с нарушенными связками, это уже никогда не восстановить, и эта часть, она уже не даст свободы. А хорошая растяжка, это когда вы выходите, чувствуете расслабление, чувствуете прилив сил, девочки выходят, выдыхают и говорят, как хорошо, какое облегчение, какое расслабление. Вот это должно быть после растяжки, после йоги, после здоровой спины, то есть это то, что показатель. Превосходно, превосходно, будем знать. Приходите, попробуйте. А для тех, у кого болят колени, что вы можете предложить? Ну, помимо снижения веса, потому что первое, что ты слышишь, какой вес? Очень много. Здесь очень хорошо подойдет йога, хорошая йога. Лучше всего, на мой взгляд, будет йога Айнгара, потому что она именно лечебная и с коленями она работает превосходно. Потом пересмотреть обувь, то есть выбрать правильную обувь и поработать над спиной, чтобы была правильно выстроена ось, потому что, скорее всего, вы либо подаете себя сильно вперед, либо назад, и у вас нарушается баланс, колени испытывают нагрузки больше, чем... То есть вы там этому всему... Постепенно. Не сразу, но постепенно, да. Постепенно человек к этому приходит. А вообще можно избавиться от боли, да, после йоги? Ну, зависит от того, что у вас. То есть там же бывают разные причины, но в целом все, что связано с суставами, лечится через движение. Ни таблетки, ни массаж не дадут долгосрочного эффекта. Массаж даст просто облегчение, и только движение хорошее, качественное, правильное может полностью это исправить. Кажется, надо думать. Что без движения не птиц. Можно себя исправить, потому что я себя ловлю уже который раз. Да, это очень тонкий момент, потому что там есть психосоматика. То есть иногда женщины берут на себя много лишнего, иногда в детстве родители кричат, это все сказывается, и это упражнениями не исправить. Это нужно работать... С головой. Со своими, да, установками, и тогда будет такое желание показать себя, желание, вот она я красавица, и осанка будет ровная. А можете еще поподробнее рассказать, как проходят ваши занятия? Ну так, чтобы... Вы знаете, вот это очень хороший вопрос, потому что, ну вот я сама с севера, потом я 14 лет жила в Петербурге, и вот сейчас год назад вернулась, и очень важный момент, это каждое занятие должно быть адаптировано под условия крайнего севера, неважно, это йога, растяжка, фитнес, она не должна идти так, как в Москве. Почему? И не должна идти так, как в Индии, потому что у нас тяжелые погодные условия, у нас очень холодно, у нас замедленного кровообращения, у нас по-другому себя чувствуют связки, мышцы, то есть нам нужно больше разогрева, больше суставной гимнастики. Только после этого мы можем уже перейти к основным упражнениям, там обязательно должно быть дыхание много, объяснять вдох, выдох, расслабление, вот это тоже обязательный элемент занятия. Ну то есть в целом мы начинаем с суставной гимнастики, очень хорошо разогреваемся так, чтобы потом ничего не болело. То есть если, например, после растяжки все болит, так что не встать... Значит, она была неправильной. Да, подумать, стоит ли туда идти, потому что должно, ну, вы должны чувствовать, что-то тянется, но вам должно быть хорошо, это тоже показатель. При этом температура повышается, связки разогреваются, да? Да, кровь разгоняется. А по времени сколько одно занятие длится? Ну вот лично мое длится полтора часа, час сорок пять. Я считаю, что часа мало, ну либо час это очень такое... Именно о растяжке, если мы говорим, то это легкое такое занятие. Йога тоже лучше, когда где-то полтора часа. Ну то есть чтобы успеть, вот с улицы прибежала, там минус сорок, тебе нужно успокоиться, нужно прийти в себя, понять, что я здесь, включиться. А здоровая спина это что? Здоровая спина это гимнастика. У нас есть разная на основе йоги, а ингара, опять же, очень хорошо работает, то есть у нас девочки прям, ну, хорошие результаты у них. И есть просто гимнастика. Ну то есть там уже на основе ЛФК, физиологических каких-то таких простых вещей. Здесь кому что больше нравится. Не всем подходит... А ингара она более упрощенная, да? Нет, ингара это фамилия человека, который ее изобрел. Он всю свою жизнь ее практиковал, разрабатывал, углублял, сам себя вылечил. То есть она именно терапевтическая, очень сильная. И у нас очень хороший преподаватель в студии, мы ее очень ценим. Поэтому... А вы лично какие направления ведете? Я лично очень люблю растяжку, мой вариант растяжки, там такой микс всего, что можно, и мой вариант спины. Ну, девочки очень ценят. Те, кто с Петербурга, до сих пор ждут, когда вернешься, когда вернешься. Значит, у вас уже наработан какой-то, даже целый пласт тех людей, которым вы вернули вкус к жизни, получается? Ну, скорее, ощущение своего тела. Вот те, кто занимается, они говорят, что, Маша, ты помогла именно вернуть ощущение себя в теле, то есть связь. Ну, начинаешь чувствовать там, не только что болит, когда болит, да, но и что... Чего хочется, чего не хочется, Ну, допустим, у меня ничего не болит, но мне хочется. Что я могу получить, если я приду в вашу студию именно к вам? Кроме гибкости, да, соответственно, легкости, хорошего сна, чистых мыслей, хорошего настроения. Это уже хорошо. Да, вы еще и получите внимание в себя. То есть вы каждый день будете чувствовать, что вы не только там снаружи, где реклама, где новости, где еще что-то, где другие люди, вы будете все это пропускать через свой внутренний фильтр. И это очень важное такое качество, потому что это все ваша, ну, жизненная энергия, и вы ее будете отфильтровывать, куда нужно, а куда не нужно. Вы будете больше в себе. То есть, ну, это как говорят девочки, как я чувствую. Может быть, вы получите что-то новое. Еще новое. Что-то другое. Я не сомневаюсь ничуть, потому что вы меня сейчас умутили в том, что это нужно, и мне обязательно, в первую очередь. Я благодарю, что в своем напряженном, наверняка, графике вы нашли время для того, чтобы... Вам очень хорошо, очень уютно. Спасибо вам, так подробно рассказали. И, конечно, мы уже увидимся в стенах вашей студии. Да. Приходите. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Так, ну что? Хочется мне рассказать о замечательных вот этих вот вещах. Они стоят здесь не просто так. Это новогодний текстиль, который вы можете найти в магазинах Хозмаркета. Здесь есть и постельное белье, и рождественские пледы, с которыми ваши сны станут сказочными, ну и с которыми, конечно, будут исполняться ваши мечты. Потому что хороший сон – это основа хорошего здоровья, это основа вашего спокойствия и, как уже было сказано, повышенной интуиции. Именно здоровый сон, он может и способен вернуть вам очень многое. Вот. Все это можно найти в магазинах Хозмаркета. Где Хозмаркет находится, я думаю, вы знаете, уже несколько есть адресов. Ну и замечательным подарком может служить, конечно, рождественский плед, потому что это то, что… Это символ уюта просто. Да, вряд ли кто-то дарит вам это в обычной жизни. А Новый год – это как раз тот праздник, когда можно подарить самый необычный подарок. Когда вам простят любой подарок, потому что он имеет отношение к Новому году. И вот рождественские пледы и рождественские постельные вот эти наборы, они как раз и должны служить тому, что ваш подарок будет незабываем. А найдете вы его, конечно, в Хозмаркете.